Кто вас учил манером? Это первые слова российского министра иностранных дел, которые он произнес на сегодняшней официальной встрече с госсекретарем США. Кого Сергей Лавров учил сегодня хорошему тону и каких результатов ждут от его беседы с Рексом Тилерсоном? Подробнее Дмитрий Анопченко из Вашингтона. Они проговорили пять часов и вместе с делегациями, и один на один, и во время ланча. В отличие от Бориса Джонсона, Рекс Тилерсон свой визит в Москву не отменил. Но все понимали, после химической атаки в Сирии диалог будет абсолютно иным, чем мог бы быть еще несколько дней назад. Пресса писала, что госсекретарь ведет в Москву ультиматум. Москва заранее заявила, что, мол, язык ультиматумов с нами не работает. Понятно, что начало встречи было нервным. Настолько нервным, что министр Лавров отчитал американских журналистов. Эту ситуацию пресс-служба МИДа России уже назвала базаром, поведение прессы бесцеремонным. Я связался с журналистами, которые сопровождают сейчас Рекса Тилерсона в этой поездке, и вот что выяснил. Дело в том, что в Соединенных Штатах принято, что даже во время протокольных мероприятий, когда понятно, что вопросы и ответы не предусмотрены, те, кто входит в журналистский пункт, те, кто постоянно освещают работу, к примеру, Госдепа или Белого дома, имеют право выкрикнуть вопросы. Но ньюзмейкеры уже сами решают либо несколько фраз кинуть, либо просто улыбнуться и продолжать позировать на камеры. Так происходит во время большинства мероприятий здесь, в Вашингтоне, и в ходе визитов тоже. Но в Москве к такому не привыкли. И Лавров вспылил. Кто вас воспитывал? Кто вас учил манером? Дальше были короткие заявления, которыми два министра открыли встречу. Журналисты, сопровождающие госсекретаря, говорят, что такой формат предложила российская сторона. Ведь если Тилерсон и Лавров не договорятся по принципиальным моментам, то и выходить к прессе не с чем. А картинка диалога нужна. Слова обоих дипломатов были подчеркнуты безэмоциональными. Если учитывать, что их встреча проходит на фоне одного из самых напряженных моментов в отношениях Кремля с новой американской администрацией. Главный месседж. Мы постараемся выяснить позиции друг друга. Сегодняшняя встреча – важный момент в отношениях между нашими странами. Мы должны уточнить совместные цели и интересы. Да, у нас разные тактические подходы к решению проблем, но цели одни. Главная из этих целей – нормализация ситуации в Сирии. Накануне у пресса была возможность задать в телефонном режиме вопросы спикеру гостей по Марку Тонеру. Он сказал, что на переговорах в Москве Тилерсон очень четко заявит о необходимости ухода Асада. Сообщил, что Вашингтон располагает серьезными доказательствами того, что именно Асад использовал химическое оружие во время недавних атак. И понятно, что именно эти темы Лавров и Тилерсон и обсуждали за закрытыми дверями все эти пять часов. Что это было основным? Полтора часа назад, так и не выйдя к прессе, Лавров и Тилерсон прервали переговоры, чтобы продолжить их уже в Кремле с участием Путина. И еще один важный момент, о котором я обязательно должен сказать. Американская пресса попросила госдеп прокомментировать слова, которые приписывают госсекретарю Тилерсону. Якобы сказал он их во время итальянской встречи министров Большой Семерки. Сказал о том, что почему американские налогоплательщики должны заботиться о конфликте в Украине. Марк Тонер, пресс-секретарь госдепа, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли эти слова сказаны, или это только слухи. Но сделал очень важное заявление, вот я его даже процитирую. Госсекретарь максимально четко высказался в поддержку американской позиции по Украине, поддержку минского процесса и санкций против России и сепаратистов. Он сделал это очень четко, в том числе и в разговоре с президентом Порошенко, в котором подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов не поменялась, и Вашингтон поддерживает Украину и по-прежнему требует полного выполнения минских соглашений. Это была цитата. По всей видимости, в этом ключе Рекс Тилерсон и высказывался в Москве. По крайней мере, в этом заверяют в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.